Сальма – ведьма. Однажды она возвращается домой и обнаруживает, что самая сильная книга магии из ее библиотеки пропала. Вор оставил записку. Можете угадать, что значит это сообщение? Сальма должна прочитать эту записку справа налево. Таким образом, сообщение звучит так. «Твоя книга в хижине на болоте. Приходи в полночь и забери ее». Сальма зовет свою сестру Альму, и они вместе отправляются в хижину на болоте. Дом пуст, поэтому они решают исследовать чердак. Сальма находит пыльную книгу и читает несколько слов вслух. Вдруг Альма превращается в лягушку. К счастью, в этой книге есть заклинание для отмены каждого заклятия. Но, к сожалению, некоторые части этой книги написаны на странном языке. Только одно из этих трех магических зелий поможет. Хитрость в том, чтобы найти рецепт, содержащий максимальное количество слов, похожих на текст слева. Можете помочь сальме. Посмотрите на первый рецепт. В нем два совпадающих слова. Во втором рецепте четыре совпадения, а в третьем только одно. Так что девушкам нужно использовать второе зелье. К счастью, Альма снова становится человеком. Сестры продолжают исследовать хижину. Можете определить, какой эмодзи отсутствует в этом месте. Вот этот. Что насчет этой комнаты? Можете разобраться с отсутствующими эмодзи. Четвертый эмодзи здесь лишний. Внезапно в хижине подходит злой волшебник и говорит. Привет, Сальма! Я готов вернуть тебе твою книгу. Если ты сможешь решить мою загадку. Когда мы видим два, но называем это десятью. Когда мы смотрим на часы и видим цифру два, мы говорим десять минут. Злой волшебник возвращает книгу Сальми и говорит. Есть три пути из болота, но только один из них безопасен. По первому маршруту ползают ядовитые пауки. На втором маршруте есть пара оборотней. А третий путь полон магических ловушек, спрятанных в неизвестных местах. Удачи! Какой путь более или менее безопасен? Сальми и Альми следует выбрать второй маршрут. Посмотрите на небо. Сегодня новолуние. Так что оборотни не опасны. На следующий день Сальма отправляется в магическую школу. Она встречает нового студента, Себастина, и влюбляется в него с первого взгляда. Сальма так нервничает в его присутствии, что не может даже говорить. Она решает положить любовную записку в его рюкзак. Теперь ее задача вспомнить, какой рюкзак принадлежит Себастину. Вот что она точно помнит. Если он красный, то у него нет кнопок. Если он синий, то у него нет ручки. А еще он не стоит рядом с последним рюкзаком в очереди. Можете ли вы помочь Сальме найти рюкзак Себастина? Мы можем исключить эти красные рюкзаки, потому что у них есть кнопки. Также мы можем избавиться от синего рюкзака с ручкой. Осталось только разобраться с этим рюкзаком, стоящим рядом с последним в очереди. И вуаля! Рюкзак Себастина находится здесь. Тем временем Сальма возвращается из школы и идет принять ванну с пеной. Можете заметить, что не так в этой ванной комнате. Взгляните поближе на ее ванну. Из воды торчит плавник акулы. Время каникул! Сальма отправляется в поход в лес, а Альма устраивает барбекю в горах. Одна из сестер в опасности. Сможете ли вы угадать, кто именно, просто взглянув на их фотографии? Хотя палатка Сальмы грязная и старая, она все еще может послужить. Тем временем Альма готовит барбекю прямо рядом с канистрой бензина. Так что она в большей опасности. Начинается дождь. Сальма уходит из леса и заселяется в местную гостиницу. Менеджер говорит «Добро пожаловать!» У нас осталось только четыре свободных номера. Вы можете осмотреть их и выбрать. Можете помочь Сальме сделать лучший выбор. Окно в первой комнате небезопасно. В стекле трещины. Под простынями в третьей комнате что-то шевелится. А в четвертой комнате есть зеркало с привидениями. Поэтому Сальме следует выбрать вторую комнату. Сальма ходит по гостинице и натыкается на жуткую свадебную церемонию. Один из этих людей – оборотень. Можете угадать, кто? Это жених. Взгляните поближе на его наряд. Он прячет волчий хвост. Охрана отеля получает экстренное предупреждение. Среди гостей отеля находится женщина с поддельными документами. Охранник находит трех подозреваемых. Можете определить, чей паспорт поддельный. Из какой бы страны ни был человек, ни в одном паспорте не может быть фотографии с солнечным пляжем на заднем плане. Они должны быть однотонными. Значит, документы Карен – подделка. Сальма идет в спа-зону отеля. Можете заметить, кто не с этой планеты? Эти две женщины выглядят совершенно нормально. Но на руке этой женщины бинт. Вряд ли человек решил бы пойти в сауну, если у него есть порезы или царапины. Кто-то разбил старую проклятую статую в местном музее. Любой, кто касается обломков статуи, получает зеленую сыпь. Менеджер приглашает Сальму расследовать этот загадочный случай. Она находит четырех подозреваемых и допрашивает их. Дрейк говорит, «Леди, я даже не видел статую. Я пришел сюда только для того, чтобы воспользоваться туалетом». Моргана говорит, «Я хотела увидеть именно это произведение, но, к сожалению, я пришла сюда слишком поздно. Я не знала о проклятии, поэтому прикоснулась к осколкам». Фиона говорит, «Я не разбивала статую, но я украла один фрагмент, чтобы продать его. Потом я заметила сыпь и выбросила его». А Ксавье говорит, «Я читала проклятия, поэтому предпочитаю держаться подальше от этого артефакта». Кто лжет? Это нормально, что у Морганы и Фионы появилась сыпь. Они обе трогали скульптуру. Но почему у Дрейка появилась сыпь? Сальма отправляется в магазин магии, чтобы купить ингредиенты для своих ритуалов. Продавщица предлагает 50% скидку, если Сальма разгадает ее загадку. «Я всегда на шаг впереди! Ты никогда меня не видела и никогда не увидишь. Но я всегда прихожу, даже если никто меня не ждет. Что я?» Правильный ответ – будущее. Сальма приглашает пару друзей на ужин. Кто-то предлагает поиграть в карты. Но по какой-то причине Сальму всю ночь преследуют неудачи. Можете угадать, почему она проигрывает? За спиной Сальмы есть зеркало. Другие игроки видят ее карты. После вечеринки Сальма замечает, что ее антикварные золотые подсвечники пропали. Она навещает четырех подозреваемых у них дома и задает им вопросы. Лили говорит, «Я была очень усталой после вечеринки, поэтому я взяла такси и поехала домой. Можешь спросить водителя, у меня с собой ничего не было». Бэлла говорит, «Я не крала твои вещи, Сальма. Все знают, что я богаче тебя». Альма говорит, «Да ладно, ты моя сестра. Я знаю, как много для тебя значат эти подсвечники». А Себастин говорит, «Честно говоря, я не обращал внимания на твои вещи. Я смотрел на тебя всю ночь». Кто вор? Собака Бэлла роет землю у нее во дворе. Присмотритесь внимательнее, и вы заметите, что подсвечник Сальмы торчит из земли. Попалась!